Ну, кстати, глянь, сальничек тоже таксиный. Ой, мы же снимаем, да? Смотрите, сальник тоже у нас немножко потрепанный жизнью. Поэтому мы новый воткнем. Нам сегодня приехала очередная Kia Sorento. Этот автомобиль 2017 года, на удивление. Хотя еще в старом кузове. Что у нас здесь? Двигатель 2.4, пробег 151 тысяча. И человек его недавно приобрел. Он что хочет? Хочет сделать комплексную диагностику. В принципе, врать не буду, я ее уже сделал. Он также просил удалить у него катализатор, установить пламя-гаситель, сделать перепрограммирование, чтобы это все работало в нормах Евро-2. И компьютер не ругался на ошибки по второй лямбде. Вот, также мы проверили масло в коробке. Масло будет меняться. Просил поменять антифриз в двигателе. По ходовке был большой довольно-таки список, но мы часть отсекли. То есть, входовку будем делать частично. В общем, что мы будем делать? У нас здесь замена антифриза, я уже говорил. Замена тормозной жидкости. Будем делать профилактику шлицового соединения на угловом редукторе соединения с коробкой. Также мы проверили свечи зажигания, свечи в порядке, менять их не будем. Я также обнаружил, что течет сальник хвостовика редуктора, мы будем его менять. Мы также будем менять сальник промежуточного вала, из-за которого шлицы ржавеют. Кстати, покажу вам, из-за чего все происходит. Вы, может, в следующий раз тоже захочете это сделать. И что еще? У нас также порван саленблок редуктора заднего моста. Будем его менять. И также у нас идет на выброс правый внутренний шрус и промежуточный вал, потому что сальник хвостовое соединение на них уже вышло из строя, разболталось, вал болтается. Ну, в общем, у нас еще были саленблоки по диагностике. На передних рычагах в плохом состоянии шаровые опоры чуть подстукивают. Саленблоки задних рычагов тоже не в очень хорошем состоянии. Но клиент оставил это на потом, то есть осенью будет делать, потому что по деньгам и так уже немало выходит. Бюджет уже перевалил далеко за 50 тысяч. В общем, приступим. А вы смотрите. Тут я уже частично разобрал, поэтому, к сожалению, не покажем это. Но, в принципе, тут ничего сложного. Я думаю, любой догадается, как открутить. Тут три болта и одну гайку. Так вот, в чем проблема? Смотрите, на что это влияет и как такое произошло. Вот здесь есть шлицы. На них, как вы видите, ржавчина. То есть примерно то же самое, что и с угловыми редукторами происходит. Иногда наступает такой момент, что шлицы съедает прям вообще в ноль. И вы просто стоите на месте, машина газует, но не едет. Хотя у вас все крутится. Разбивает шлицы здесь, разбивает шлицы с обратной стороны на промежуточном вале. Сейчас я его достану, покажу вам. Промежуточный вал у нас крепится всего лишь на двух болтах. И, в принципе, если вы тут, скажем так, первый, сложности его снять не будет. Видите, здесь шлицы тоже в каком ужаснейшем состоянии. Поэтому, к сожалению, эти две детали нужно менять в комплекте. Если вы поменяете что-то одно из этих двух деталей, вы очень быстро разобьете ответную часть. То есть если оставить, например, шрус, то у вас новый промежуточный вал быстро выйдет из строя. Если оставить наоборот промежуточный вал, то точно так же быстро из строя выйдет шрус. Вот, крепится он на двух болтиках. Тут направляющая. Все это мы помажем, обратно поставим. Ну, здесь он, кстати, тоже выглядит совершенно нехорошо. Вот здесь сальник углового редуктора, про который я говорил. И когда, вот видите, здесь он уже особо, ну, ничего не делает. Ну, то есть не играет свою роль, так сказать. То есть он играет роль пыльника, чтобы влага сюда не попадала. И когда он выходит из строя, вот здесь появляется влага, и оно все начинает обильно ржаветь. Ну, мы новое все помажем смазочкой специальной, и будет все хорошо. Вот, кстати, наша течь. Углового редуктора. Вот, здесь еще есть небольшая, видите, запотевание муфты. Муфту мы будем перебирать, мыть. А угловой редуктор сейчас снимем муфту, посмотрим, что с ним. И вот этот вот сайлентблок будем менять, он у нас оторванный. Снимаем кардан, четыре болта и две фишки. Отстегиваем. Муфта у нас в руках. А на старой муфте три, да? Нет, тоже четыре. Вот там одна фишка, да? Да. Старая муфта хоть и не ремонтно-придонная особо, но зато она гораздо надежней. Реже выходит из строя. Ну, кстати, вот как раз старая, типа халдекса, мне кажется. А это насосная. А это насосная, а старая на электромагнитике. Ну да. Халдекс тоже насосная. А, значит, это типа халдекса. Фак. Хотя все говорят, что это не халдекс, и вы путаете. Вот. Так вот. Халдекс это просто вар? Да. Принцип работы простой. Насос накачивает поршень, поршень зажимает фрикционы. Ну вот она. Течь. Вот здесь следует течи. Стаканчик целый. Так. А тут у нас сальничек. На, прям видно. Хотя гайка закручена. Сейчас мы выкрутим гайку, поменяем сальничек. И гайку закрутим обратно. Иногда у них откручивается эта гайка, и редуктор разрывает в клочья. Вот сальник. Ой, саленблок порванный. Так, а снимем кому выхлоп? Он нам мешает. Специальная супер головка. Для откручивания гаек на редукторе. Так хотелось все круто сделать, да? Давай пистолет другой возьму. Диман, у тебя классный пистолет, нет? А, у Сергея Павловича знаю самый крутой в цеху, да? Сейчас, сейчас, тазик, тазик, тазик. Ха, ни одного. Вот же шон. Хотя, кло. На резьбовом фиксаторе сидит. Вот поэтому так туго и откручивался. Можно было еще накернить. У них, кстати, есть такая проблема. Резьбовой фиксатор не всегда спасает при такой нагрузке. Но мы обязательно намажем и накерним. Хюндай Димус, видал? Димка? А ты что не говорил, что ты тут участвуешь в производстве задних редукторов? Смотри, тут редуктор называется Хюндай Димус. Димас, да. Все сходится. Тесть, да? На кипре. А, это он. Да. Масло в редукторе так себе. Хотя на магнитике стружки немного. Но его как будто ни разу не меняли. Надо, наверное, стоечку. Сейчас по башке нам даст. О, выпал. Ну, в принципе, снимается легко. Ну, как бы жалоб на гул не было. Поэтому сальничек поменяем. Гаечку закрутим, накерним. И соберемся, зальем новой масочкой, будет бегать. Вот он, этот злодей. Закончился. Ну, хотя у машины пробег, несмотря на возраст, немаленький. 150 тысяч. Почему бы и нет? Так, поехали дальше. Это тоже подходит. Это как раз у нас саленблок с редуктором. Мне принесли два, но нужен один. Всегда выходит только один из троя. Пойду второй верну. Так, забыл, что я делал-то. На, ушат откручивал. Конечно, в Штривалово. Через Попадалово. Ну что, ребят, с божьей помощью я, конечно, достал его отсюда. Это было очень сложно. Мы специально не показывали, потому что все равно цензура столько количества матов не пропустит. Вот. Поэтому, ну, уже вот результат. Смотрите, как выглядят шлицы. Сколько тут ржавчины, гадости всякой. Сейчас мы это все вымоем, вычистим, помажем. Будет оно еще какое-то время служить. И угловой редуктор, соответственно. Ответ на его часть. Сопля тут какая-то висит. Наверное, это от цельника от запчасти. Ну, в целом, шлицы еще ничего. Я думаю, еще должны побегать. А вот этот вот цельничек нам нужно поменять. Сейчас мы покажем, почему. Ну, в принципе, тут и так понятно, он уже дубовый. Он свою работу не делает. О, галени, какое масло классное, шикарное. Лепота. Вообще, шоколад черный причем. Срок службы антифриза 100 тысяч, либо 3 года. Уже закончился, пора менять. Займемся фламегасителем и замочим наши муфты и редуктора. Обязательно нужно снять отсюда колечко, чтобы не потерять резиновое. Вы потом такое не найдете. Это пыльничек, чтобы та же влага туда же не попадала. Кстати, этот работает. Остальник, к сожалению, нет. Ну да, мы снова за старое. Мы снова пилим коллектор. Теперь на соренте. Как вам состояние он сейчас? Машина 17-го года, но пробег 150. Не, я без этого. Я по Wi-Fi. Ну, кстати, неплохо. Для 150 тысяч есть следы оплавления. Чуть-чуть, если присмотреться, плывет. На камере это, конечно, может быть не видно. Прям такой вот волной чуть-чуть идет. Но, бывало, на более меньшем пробеге вскрываешь, а тут уже половины нет. Видишь? Во-во-во, да, вот они. Вот, это все уже от него отваливается и летит прямо в камеру сгорания. Пламегаситель. Пустой коллектор. Пламегаситель нужен для того, чтобы не было звона. Ну, естественно, пламегаситель. Само название говорит само за себя. То есть она гасит пламя. И, соответственно, снижает температуру выхлопной системы. Что важно сделать перед установкой? Нужно вот эту вот часть обварить. Иначе он может высыпаться. Что мы частенько, кстати, встречали. Здесь желательно тоже, ну, хотя бы прихватить. Но лучше, если вы обварите полностью. Ставим свои меточки, которые мы до этого выставляли. Тыкуем, так сказать. Проверяем. Наверное, зажму я его в тисках. Неудобно. Прыгает. Ого. Двигайся. Итак, ребят, вот мы добрались до наших сальничков. Чтобы туда добраться, нужно снять крышку. Крышка эта, в принципе, отдельно продается. Можно, конечно, попытаться ее сохранить, но это очень долго и муторно. Ну, и как бы стоит она копейки. Поэтому просто выбили ее, выломали и все. Так, сальник мы планировали поменять вот этот внутренний. Если вы присмотритесь, смотрите, как он у бога уже выглядит. Ему просто жопа. Вот. Это потому, что в него вставлялся промежуточный вал, который был полностью сухой. Вот. Сейчас мы его набьем от смазочкой и это поживет чуть-чуть подольше. Вы спросите, продлит ли это там бесконечная жизнь моему полному приводу. Нет, не продлит, но чуть-чуть до бесконечности не продлит, но чуть-чуть улучшит ситуацию. И еще мы приняли решение заменить вот этот сальничек, потому что если вот так вот посмотреть, присмотреться, то когда его забивали, видно, что тут кое-где чуть-чуть больше забито. И есть ощущение, то есть крышка была закидано маслом, что, скорее всего, он пропускает. Поэтому он у нас есть. Вот он, оригинальный, все как положено. Сейчас мы его поставим. И сальник и крышечка у нас оригинальные, тоже имеются. Вот он сальничек промежуточного вала. Вот она крышечка, которая все это дело закрывает. Это пыль и водозащита. Смотрите, пружинка. Видите? Здесь она порвалась, но в целом, в принципе, можно разглядеть. Она по размерам почти как весь сальник, то есть она вообще уже не работает полностью. Тут надо чуть по-хитрому доставать. Смотри, там кусок герметика валяется. Ну и, кстати, глянь, сальничек тоже так. Ой, мы же снимаем, да? Смотрите, сальник тоже у нас немножко потрепанный жизнью. Поэтому мы новое воткнем. Уф, ням-нямочка. Ладно, масло мы тоже поменяем. Получше, да? Или нет? Давай этот вот с ним обратно просто залепим его герметиком и все. А дырками не плотно. Конденсат, чтобы справливать. Надо помазать. Не подмазешь, не зайдет. Лучше будет получше. Ох! Какой макур, разварилась. Ловить момент не надо, забивается в упор и один и второй сальник. Почувствуете, что все, вы уже стучите по корпусу, значит бить пора переставать. А клиенту ты что теперь покажи? И вот это вот дело у нас закрывает все. Так, как же я его? Головкой я его бил, по-моему. Ну да, вроде получилась красота же. Вон редукторе у нас почти все. Нам осталось в нем сменить масло. Это мы сделаем, когда уже сам его на место. Потому что масло нужно выставлять в уровень, когда он будет на автомобиле стоять. Здесь нам нужно все еще сделать. Помазать шлицы. Много сюда забивать смазки не стоит, потому что вы его потом задолбаетесь совывать обратно. Колечко, которое я говорил, обязательно не потеряйте его. У нас ставится вот сюда. Его тоже помазать надо, чтобы его нигде не закусило, когда вы будете вставлять. Все, про редуктор пока забываем. Что ты хочешь, чтобы мы сейчас сделали? Нет, тебе мы выбор не доверим. Почистим шлицы и все-таки поставим угловой редуктор на место. Возьму-ка я лампочку, а то там темно. Шлицы я предварительно залил водой, чтобы их тут чуть-чуть они раскислили. Наверное, повторю процедуру. Честно говоря, занимаюсь я ерундой, но я ее и занимаюсь, чтобы у меня угловой редуктор получше зашел сюда, потому что доставал я его с очень большим трудом. Иногда бывает такая фигня, что эти шлицы становятся в зацеплении со шлицами на угловом редукторе, и тогда возможности коробку снять нет вообще. Но сегодня, слава богу, был не тот случай. Они еще не зацепились, но на ржавчине очень хорошо сидели, и выходил он очень тяжело. Смягчить помажем. В процессе езды, работы, нагрева должна улучшить ситуацию. Ну, либо их срежет очень быстро, потому что мы их помазали. Да нет, шучу не должно. Ты видел у него еще в руках? Именно та настоящая болгарка, которая на воздухе работает. А подержишь вот так вот? Все, спасибо, бросай. Ну что, угловой редуктор у нас воткнулся гораздо лучше, чем снимался. Как вы видите, он уже стоит на месте. Вот, нам что сейчас осталось? Нам нужно установить вот эту штучку. Это у нас новый промежуточный вал. Он идет в сборе с подшипником и с опорой. Вот, если что, нужно вот этот термоэкранчик переставить вот сюда. Ну и, в принципе, будет ровно то же самое. И нам нужно перебрать вот эту палочку. Нам нужно будет установить на нее новый оригинальный шруц внутренний. Потому что почему? Потому что у нас разбивает и здесь, и вот здесь. Не забываем про это. Нужно менять эти детали вместе. Иначе вы бы потратите деньги за зря. Палку, перед тем, как вставить, нужно обильно помазать. Давай, правее, правее, давай. Тут мое место. Все. Процессом смазки теперь занималась она. Потому что это единственная вещь, которая теперь сможет разбрасывать смазку внутри всей нашей конструкции, которую мы перебрали. А так как мы поменяли все сальники и все остальное, будет грех ее не намазать. Потому что вот она поверхность, по которой трется сальник, не знаю, работает. Рабочая поверхность сальника. Вот. И если она будет сухая, он так же быстро выйдет из строя, как и заводской. Сюда мы на шлифе мажем немного, потому что мы с той стороны в коробке тоже мазали шлицевое соединение. И сюда нужно будет намазать шлифовое соединение. Чтобы в дальнейшем уже больше не менять промвал вместе со шрузом. Потому что это избавит нас от ржавчины. На какой-то период времени. Обычно где-то раз в 50 тысяч нужно повторять эту процедуру, потому что смазку со временем выкидывает. выкидывает, вымывает, она подсыхает. Можно снять все, почистить и заново собрать. Хм, подходит. Дальше что? Эээээээээээ. Не люблю это дико. Такое оно противное. Не знаю. Смотри, как сразу удобно стало. Топорочек. Вот почему я в детстве любил лего. Собери меня сам. Ну, нежелательно. Я их как-то разложил, так же, как я их снял. Хотя пока новые, как бы, теоретически, они отличны. Стопор вообще, смотри, болт он. Кайф. Хорошо, как мы шлицевое проверили, оно подходит. И это тоже совпало. Уже радует. Где старый? Вот он. Или так. Или так. Потом посмотрим. Дальше. Берем вот так. И потихонечку засовываем. Но не до конца, а то у нас сейчас маска вся выльется. И нам еще нужно вставить вот этот вот стопорочек. Дабы наши подшипнички, рулечки не выскакивали. Вот. Спасибо. О, сейчас будет самое веселье. Защелкнуть все обратно. Хомутники. Ну, с этим проще. Надо каким-то макаром его до конца защелкнуть. Все. Ну, вообще красиво же, да? Надо прикрутить коллектор. А потом будет не очень удобно. Так вот, пока Виталик, как он говорит, делал тикток, я вернее про... Я тут уже установил выпускной коллектор и слил масло с углового редуктора. Потому, как я и это говорил, делать это удобнее всего, когда редуктор стоит на автомобиле. Капывает уже. Заливать мы тоже будем, естественно, на автомобиле. Вот. В принципе, по переду у нас все уже необходимое заменено. На данном этапе, я думаю, что нам можно прикрутить привод на место, вместе с колесом. Поставить опору двигателя. И заливать жидкостям в коробку и в угловой редуктор. И, в принципе, по переду у нас будет практически все. Нам останется перебрать заднюю муфту, залить антифриз и сменить саленблок. И чуть не забыл сальничек. Сальничек. Виталя, а это что не напомнил? Сальничек. Сальничек. Здесь лица, видите, тоже подгоревшая. Пока еще он выбивался довольно-таки легко, этот привод. Но у них есть такая беда. Эти шлицы тоже закисают. И тогда очень может быть печально это все. Поэтому мы их сейчас почистим и помажем. Не лезет. О, на месте. Обратите внимание, люфта нет вообще. Далее кронштейн опоры. Сама опора. Шаровая. И гаечку сюда не забываем. Опору нужно сначала прикрутить к подрамнику, а потом закручивать этот болт. Потому что вот этот саленблок в противном случае может оторвать. Даже лучше, чем был прикручен до этого. Самое главное не забыть, не забыть накернить, накернить все мои зуби. Вот он. Чтобы она, не дай бог, сама не открутилась. Колесо не отвалится, но подшипник разобьет. Можно лишь лепшить. Как минимум будет неприятно щелкать. Все, там закротил, тут закрутил, там притянул. Масло слилось. Можно заливать. Сальничек железный полностью, поэтому старайтесь его забивать очень аккуратненько. И не согнулся, и не начал после этого опять течь. Еще тоже сверхъестественного нет. Забивается он заподлицо корпусом. Все, сальник забили. После этого берем гаечку. Вот она. Хорошенько ее отмываем. И мажем внутреннюю резьбу. Хотя, наверное, лучше здесь намазать. Да, здесь намажем. Герметиком анаэробным. Резьбовым фиксатором. Так, ну что, осталось затянуть гайку. Луктов нет. Крутится отлично, не закусывает. Осталось накернить, чтобы она больше не откручилась никогда. Уф, что-то выпало. Еще походит, да? Обоссался. Вот до этого момента нужно заливать масло. Во. В сумме помещается где-то около двух литров масла. Там плюс-минус 1600-1700 грамм. Ну, в общем, двушечку берите, и вам хватит с головой. Коробки при частичной замене масла где-то пять. Редуктор у нас задний готов. Угловой редуктор готов. Промвал готов. Сейчас масло в коробку. Колесо прикрутим. Машину заведем, чтобы она грелась. А, еще выхлопную трубу надо прикрутить. В общем, мы сейчас сделаем так, чтобы наш электрик начал перепрограммировать блок управления двигателем. А мы тем временем переберем муфту. Тем более, как перебирается муфта, вам показывать как бы уже бессмысленно. Ну, куча видео есть на нашем канале. Тормозуху мы уже подслили. Сейчас мы зальем бачок. Нам ее нужно чуть-чуть качнуть. Антифриз залить и прикрутить выпуск. И, в принципе, мы можем звать нашего электрика Александра, который перепрограммирует блок управления двигателем. Для того, чтобы перевести автомобиль на нормы Евро-2. А у нас же выбили катализатор. Потому что мы удалили катализатор. И особенность корейского автопрома такова, что, к сожалению, поставить обычную обманку у них не прокатывает. Очень умный блок управления. Он видит, что катализатор отсутствует. И начинает выдавать ошибку по этому поводу. Так, ну что, ребят. Я практически все. Мне осталось только муфту перебрать. Как перебираем, мы уже не будем снимать. У нас куча видосов на нашем канале. Даже где я перебираю муфту, прям дословно рассказывая, что там, как, чему. Давайте пробежимся из того, что мы уже сделали. Мы поменяли антифриз в первую очередь. Поменяли тормозную жидкость. Произвели полную диагностику автомобиля. То есть, конечно, у нас просили сделать только диагностику ходовую. Но мы осмотрели все. Проверили ремень. Проверили течи. Проверили ходовую часть. Люфты. Ну, в общем, все посмотрели. Что мы сделали еще? Мы еще сменили масло в АКПП. Мы еще проверили свечи зажигания. Свечи, кстати, отличные были. Мы их не меняли. Масло было не очень. Вот. Дальше мы поменяли масло в угловом редукторе. Масло в заднем редукторе. Также мы, естественно, перебираю муфту. Мы тоже поменяем там масло. Заливаем новое. И плюс ко всему мы еще поменяли сальник углового редуктора. На промвал сальник углового редуктора, который закрывает корпус от течи подшипников. Промвал поменяли. Шрус. Ну, в общем, кучу-кучу всякого. Вы все это видели прекрасно. Да, очень большая работа, объемная. И заметьте, кстати, мы это все успели за один день сделать. Вот. И, в принципе, я думаю, клиент останется доволен. Что могу сказать по автомобилю? Автомобиль свежий, выглядит очень прикольно. Вот. Цвет у него интересный. Редкий, кстати, довольно-таки. Не часто встречается. Вот. Он 17-го года. Пробег у него, как бы, для 17-го года вполне адекватный. 150 тысяч. Ну, и будем надеяться. Кстати, вот заметьте, он не стучит, как многие КДшки, КЕшки. У него 150 тысяч, а он не стучит. Работает очень тихо. И, в общем, будем надеяться, он будет удовлетворять хозяина данного автомобиля. Нам что осталось? Нам нужно, чтобы наш электрик перепрограммировал блок управления двигателем. А я пошел муфту перебирать. Вот. Все работает. Колеса передние крутятся, задние крутятся. Все ништяк. Приезжайте к нам еще. Спасибо за просмотры, за лайки. И добро пожаловать в компанию МЗАП. Я лично нахожусь на Дублинской, если что. Дублинская 50Б строение 1. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...